Транспорт будущего испытывают в Белоруссии. Пассажиры передвигаются в кабинах по натянутым канатным трассам. Как утверждают разработчики, новинка может быть быстрее автомобиля. Денис Кошелев одним из первых оценил разработку. Вот так, по мнению разработчиков, выглядит городской транспорт ближайшего будущего. Никакого передвижения по земле, только по воздуху. Вместительность этого Юникара 6 человек. Развивает он скорость до 150 км в час. Причем водитель ему вовсе не нужен. Кабина оснащена искусственным интеллектом. Этот струнный транспорт единственный в своем роде и пока есть только здесь, на полигоне под Минском. Проект Skyway, уверяют создатели, может работать в пустынях, горах, на воде. Нужны только струнные трассы из прочного сплава. О пробках можно забыть. Еще один немаловажный плюс – безопасность для пассажиров. Столкновение здесь полностью исключено. Здесь обеспечивается и безопасный интервал движения. И, скажем так, находясь в диспетчерском пункте или интеллектуальной системе управления, она сама видит, если что-то на линии пошло не так, и обеспечивает необходимое торможение или необходимое ускорение. Салон воздушного экспресса не уступает автомобильным новинкам. Удобное кресло, мультимедиа панели, кондиционер и беспроводной интернет. Четыре типа подвижного состава, включая и тот, в котором мы сейчас находимся, прошли по полный цикл испытаний. Это испытания на герметичность, на какую-то звукоизоляцию, на электромагнитную совместимость. Испытания проходят на этом полигоне каждый день на протяжении четырех лет. На шести канатных трассах. Недостатки исправляют еще на стадии проектирования. Чтобы не строить макет, вы можете там надеть очки и зайти в транспорт. И по ощущениям уже понять, какой объем, как он воспринимается с человеком, да, вами. Что нужно исправить. Что нужно исправить. Дизайнеры, конструкторы, проектировщики. Над созданием Юникара работают две сотни человек. Собирают технику тоже в Беларуси. На выпуск одной машины требуется меньше года. Стремимся к тому, чтобы использовать алюминий. Материал, пластик, пластик, тот же самый пластик, чтобы он был меньше толщины, по прочности не уступал бы металлу. Инженеры и вдохновитель проекта струнного транспорта Анатолий Юницкий. Он уверен, будущее именно за такими изобретениями. Мир не воспринимает инновации. Это, наверное, естественно. То есть люди по своей природе консервативны. Ничего в этом плохого, по большому счету, нет, да? Инновация должна доказать, что она вообще-то нужна людям, да? И мы этот путь уже доказательств прошли. Проектом уже заинтересовались в Арабских Эмиратах. В столице Абудаби хотят возвести трассы для юникаров в течение ближайших лет. А вот появится ли струнный транспорт над Минском, неизвестно. Пока он не узаконен в странах Содружества. Над исправлением этой юридической неточности как раз и работают сейчас специалисты Skyway. Реализацией проекта Skyway в Беларуси занято больше полутысячи человек. Продолжение следует...